Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Чехошка, Кашка Фрэш. Ну что ж, я слишком быстро говорю, ну и что. Окей, сейчас у нас будет арт-абсорт. Ну, сейчас мы посмотрим только кота, которого я нарисовала за кадром, лишь потому что на предыдущее видео ушло целых 19 минут, поэтому сегодня мы медлить не будем. И мы просто посмотрим, как я рисовала кота. Ну что ж, мы начинаем. Потом я нарисую еще один рисуночек, может один, может два. Ой, ё-моё. Кстати, я его рисовала полностью сама. Ах да, этот код Кристина предлагала, код Колбасный Рай. Код, которому снится Колбасный Рай. Вот, пожалуйста, Кристина, код, которому снится Колбасный Рай. Ну что ж, мы будем рисовать следующую картинку. Вот мы уже на главном столе. Заодно я вам покажу туториал, как настраивать слей. Кстати, свет менять не обязательно, я меняю для своего удобства, чтобы потом не запутаться. Ну что ж, тогда у нас арт-абсурд, арт, который придумала я. Пингвин, который отдыхает в Африке, причем где солнце, солнце палящее. Ну, в общем, да. Кое-какие моменты я уберу, сделаю за кадром. Субтитры сделал DimaTorzok Пингвин такой сидит, типа Ё-пацаны, ну чё, я отдыхаю здесь, в Африке, а вы где-то там. Я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, по-моему, в Антарктиде живут, нет? Честно, я уже не совсем его помню. Но, по-моему, именно там. Быстренько намашу солнце. В общем, короче, с зонтиком будет проблема. Ну, в общем, у меня получилось как-то так. Угу, окей, мы начинаем рисовать. Но только я чуточку под руку буду рисовать. Если здесь у нас был вот так вот. Если здесь у нас так лежал пингвин, то... Здесь на рисунке он будет чуть-чуть покрупнее. Так что до пояса он будет. Ё-моё, я не знаю, почему-то я сейчас так тороплюсь. Если тот я делала просто не спеша такая... То сейчас я тороплюсь, как будто... Мне осталось только пять минут. Мне за эти пять минут надо... Сделать просто всё. Не, мне ещё потом, видимо, придётся... Третий слой делать, потому что этот слой получился очень грязным. Да, придётся ещё третий слой. Такой пингвин чёрный... Чёрные люди. Люди в чёрном. Пингвин... Пингвин в чёрном. Хотя пингвин полностью весь в чёрном. Так, я мелкие детали здесь не буду прорисовать. Это шезлонг, на котором лежит пингвин. Который стоит на хлипеньких ножках. Потому что мне немного лень рисовать нормальные ножки. Вот. Лежит. Вот как раз таки. Где-то там шезлонг. Теперь надо прорисовать зонтик. Зонтик у нас где-то будет вот здесь вот. Вот. В общем, снова я с зонтиком. В общем, я порисовала здесь за кадром. И мне ещё придётся делать третий слой. В общем, я начинаю рисовать по-нормальному. На третьем уже слое. Уже в нормальных цветах. Просто обводя контур. Причём спокойно, а не торопясь. Так, хорошо. Сам пингвин наристаётся. Пингвину под... Пузико надо пингвину только подрисовать. Ай, да блин. Пузико это отмен. Ножка будет такого цвета. Да, у нас сейчас зонтик. Блин, ё-моё. Я не научилась в этом разбираться. Так, вроде здесь я разобралась. Палка нарисована. Только посмотрите, как это получается. Когда получилось. Это получилось очень странно. Я думаю, что он должен быть такого радужного цвета. Хотя я нарисую вначале тем цветом, каким я рисовала палку. Солнце это вообще отдельная тема. Солнцем не пойми, что происходит. Что случилось? Там два солнца вообще на небе тусуются. Хорошо. 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 Хорошо, сейчас я быстренько затруху. Ок. Конечно, очень смешно получилось, потому что, потому что, что, что случилось? Это так же, как хочешь сделать работу, хочешь что-то нарисовать. Пришел, смотришь свой блокнот, а у этого идея, у тебя, оказывается, уже нарисована. Нет, такого не было, но, наверное, скоро будет. Короче, я хочу вам сказать то, что одна моя знакомая, Диана, ну, то есть, канал, с которым мы воюем, она у меня идею сплотиатила. Она у меня идею украла. Короче, дизлайк, отписка от нее. Ну, потому что это было реально немного не смешно, когда она такая сказала, ой, слушай, а я у тебя идею взяла такая, что? Ну, она сказала то, что я у тебя идею сблагиатила. И ее чуть напополам не разорвала, ну, потому что реально, тем более еще идея с моим лицом, ну, то есть, с моим портретом, который я рисовала. Может, кто-нибудь помнит, когда я свои рисунки обозревала, когда-то, где-то давно. Ну, что ж, всем спасибо и всем до свидания.